Я считаю так, проблема кредита в том, что когда ты латаешь свою проблему деньгами, ты не включаешь свой мозг. Мозг включается, когда у тебя безвыходная ситуация, а кредит это как доза. У тебя безвыходная ситуация, и вместо того, чтобы включить мозг и решить эту ситуацию, ты раз взял дозу и раз залатал. Тем больше умственной деятельности, тем меньше расходов. То есть, чем больше ты включаешь мозгов, тем меньше денег требуется для решения проблемы. И вот проблема в том, что когда человек имеет возможность взять кредит, он не включает мозг. А когда человек не включает мозг, ясно, чем в конечном итоге заканчивается. Поэтому я против кредитов. Лучше перетерпеть. Селена устроена таким образом, что ты деньги зарабатываешь не за количество работы, которую ты произвел, а за количество риска, которым ты управляешь и который ты на себя взял. Есть пословица народная, трудом праведным не наживешь палат каменных. Люди некоторые говорят, вот я пошел, пошел, а деньги не зарабатываю. Так деньги платятся не за пахоту. За пахоту платится зарплата. Все остальное, прибыли, зарабатывается за принятие риска. Риск – это значит принятие неопределенности. А как можно заработать неопределенности? Только путем принятия правильных решений в условиях недостатка информации. Что такое инвестиция? Инвестиция – это надежды, выраженные в деньгах. Что такое сбережение? Сбережение – это дисциплина, выраженная в деньгах. А что такое кредит? Это нетерпение, выраженное в деньгах. Что такое кризис? Это переоценка, выраженная в деньгах. Что такое экономия? Экономия – это мудрость, выраженная в деньгах. Прежде всего, надо инвестировать в самого себя, в саморазвитие. Именно в плане инвестиционного обучения, инвестиционного развития. При этом продолжайте зарабатывать деньги там, где у вас зарабатывается. То есть вы зарабатываете, но в одно время начинаете себя развивать как инвестор. Если у вас какой-то бизнес, то инвестируйте в тот бизнес, который приносит вам деньги. Работайте по принципу «усиляй сильное». Лучше все инвестируйте либо в самого себя, либо в свою компанию. Если вы вышли из компании, продали компанию, либо являетесь наемным менеджером и так далее, то, конечно, лучше всего заниматься инвестируем в самого себя, держа свои активы в надежных инструментах, как государственные ценные бумаги, депозиты в банках, может быть, и так далее. Не спешите инвестировать. Понимаете, инвестиция – это такое поле, как минное поле. Глупо шагать на минное поле, не изучив карту местности, не изучив правила передвижения по поле. Инвестировать – это очень опасная вещь. И когда инвестируете, первое правило инвестора – это сохранить капитал важнее, чем приумножить. Второе – это широкая диверсификация. Не ложите все яйца в одну картину. Это очень важно, если вы не являетесь прямым инвестором в непубличной компании. Зарабатывать денег не является смыслом. И самое главное, с ростом количества денег у тебя рецепторы счастья не увеличиваются. То есть тот человек, который целый день пахал на поле, а потом вечером пришел, поел арбуз с хлебом и довольно заснул, он получает уровень счастья, условно, из 190. А миллиардер, который купил седьмую машину, он получает 20. Все, у него чувствительность рецепторов падает. Если ты каждый день сахар кушаешь, у тебя чувствительность рецепторов будет падать. Чем больше у тебя возможностей, тем меньше у тебя чувствительность к результатам. Результаты уже перестают тебя радовать. Поэтому очень важно найти свою миссию, смысл и двигаться ради нее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова